В этом видео я вам покажу партию из творчества первого чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стенниса. Я вам гарантирую и обещаю, что эта партия не оставит равнодушным ни одного из вас. В противном случае вы можете написать все, что вы думаете об этой партии в комментариях. Белыми фигурами играет Вильгельм Стеннис против Курта фон Барделебен, 19 век, 1895 год. Первый чемпион мира начинает партию ходом Е2 на Е4, его соперник отвечает классическим ответом Е7-Е5. И после стартовых ходов возникает итальянская партия на доске. И наш первый чемпион мира выбирает ход пешкой на С3, намекает на агрессивную атаку Джоакина Грека, занимает пешечный идеальный центр. Фигуры поддерживают эту пешку на Е4, и вот уже слон С5 находится под ударом. И в этот момент, конечно же, черные дают шаг слоном на Б4, Стеннис закрывается конем. И здесь черные, конечно же, могут забрать конем эту пешку на Е4. Это принятый Гамби Джоакина Грека оказывает давление на связанную фигуру. В этом ролике я не буду никак комментировать этот вариант, потому что он был мною более-менее разобран в предыдущем выпуске данной рубрики в творчестве Карла Шлектора. Там вы можете узнать про это в ходе поподробнее. А в этой партии черные решили сыграть пешкой на Д5. То есть они бьют по центру при помощи продвижения пешки с Д7, открывая себе диагональ белопольному слону. И вроде бы как пытаются уравнивать эту партию таким вот образом. Конечно же, Стеннис забирает эту пешку на Д5. На что черный забирает своим конем? Посмотрите внимательно. Несмотря на то, что на коня со стороны белых оказывается давление с двумя фигурами, то это не совсем так, потому что слон с Д3 связан. То есть если белые заберут слоном, черные заберут ферзем, мы брать не можем, мы связаны. И черные, прошу прощения, образовали белым изолированную пешку на Д4 и вроде бы как снова оказывают давление на коня. Как и по аналогии с вариантом грека, белые просто делают короткую рокировку и приглашают белых на авантюрный вариант, который, как обычно, заканчивается плохо. Давайте на всякий случай я здесь его еще раз покажу. Что если черные заберут конем коня, белые заберут пешкой, атакуют слона, слон забирает, атакует ладью. Но посмотрите внимательно, белые уже рокированы, а черный король еще стоит на открытой вертикали Е. И белые развиваются инициативу при помощи хода для начала ферзем на АБ3. Под боем слон, батарея заряжена, пока черный будет забирать ладью, белый забирает на Ф7 шахом, король отходит на Ф8. И вот эта диагональ открыта в данной линии, слон в уходе чернопольный дает шах, придется закрываться конем. И белый просто забирает слона, затем возвращается на вертикаль Е и будут уничтожать коня на Е7. В целом любому опытному шахматисту становится понятно, что не стоит в открытых дебютах жадничать со взятием каких-то пешек, особенно когда король стоит на открытой вертикали. И поэтому черные делают ход слоном на Е6, они развивают фигуру, поддерживают своего коня и закрывают вертикаль Е. Буквально пару слов об этом типе позиции. Это типовая позиция с изолированной пешкой в центре, где сторона, которая борется против изолятора, стремится как можно больше разменять фигур, чтобы в Эйншпиле эта слабость сказывалась более-менее реальная. А белым, наоборот, как будто бы нужно стараться избегать ненужных разменов и в свою очередь пытаться организовать давление на фигуры черных. Но пока что стейнец, развивая свою последнюю легкую фигуру агрессивно, начинает атаковать верзя, пытается вызвать ослабление ходом Ф6. Если черный так сыграет, посмотрите внимательно, слон становится уязвимый и белые могут контратаковать этого слона. В соответствии с концепцией, которую я вам только что сейчас объяснил, черный играет слон Е7. Конечно, они хотят поменяться. И что меня удивило, когда я впервые изучал эту партию, показывал своим ученикам, так это то, что стейнец охотно идет на все размены. И он забирает слоном коня, потом забирает еще раз, потом забирает еще раз. И казалось бы, что же происходит? Фигур остается слишком мало. Пешка Д4 заблокирована ферзем на Д5. И вроде бы как сейчас черный как-нибудь рокируется, уберут ферзя, поставят коня, как дядька Немцович учил. Блокируете конем изолированную пешку и вроде бы сейчас черный уже перехватывает инициативу. Но, как говорил Савелий Тартаковер, шахматы трагедии одного хода. И белую пока что играет Владимир Ягин. Они включают в игру свою тяжелую фигуру, ставят на открытую вертикаль и начинают подвязывать этого коня. Разумеется, черные не могут рокироваться из-за потери этой фигуры. Поэтому они для начала еще беспокоятся вот о чем. Вот смотрите, если коня как-нибудь защитить ходом ферзь Д7, тогда белый поставит коня на Е5 и будет атаковать. Поэтому они делают ход пешкой Ф6, берут поле Е5 под контроль. И на всякий случай намекает на то, что в этой позиции осталось мало фигур на доске. Ну, по крайней мере, из легких. И черные могут себе позволить сделать вот такой ход королем на Е7. Пешка Ф6 контролирует Ж5 и Е5 поля и ограничивает коня Ф3. То есть, можно пойти король Ф7, ладей Е8. Таким образом, уже включить свои тяжелые фигуры в игру. Но, в стоянии сыграет ферзь Е2. Он выстраивает батарею и хочет дать мат в один ход. Вот, черные идут ферзем на Д7. Поддерживают коня, поддерживают пешку. Белый играет ладей С1. Начинают захватывать полу открытой вертикали, посматривают на пешку С7. На что черные ответили ходом С6. И к этому ходу мы обязательно вернемся. Я хочу сказать, что из-за этого хода у черных начинают появляться большие проблемы. И, возможно, им стоило предпочесть ход короля Ф7. Но почему так черные не сыграли? Вроде бы, как пешка все равно защищена на С7. Почему бы, как можно скорее не убрать короля, затем сыграть конем на Д5. Все защитить, заблокировать изолированную пешку. И потом пытаться переиграть белых в этом меншмиле. Но, оказывается, не все так просто. Конечно, если белый попробует дать вот такой шаг и атаковать пешку С7, то черные очень легко защищаются. Вот, вместо этого, скорее всего, мы не знаем. Это мое предположение. Черным не понравился следующий вариант. Белый жертвует качество с разменом ферзей. Затем врывается ладей в седьмой ряд, объявляет шаг, атакует пешку. И получается, что, да, помимо того, что пешка Б7 висит, там еще пешка Ж7 зависает. У белых еще как бы в игре вот этот конь на Ф3, пешка Д4 теперь становится проходной. И, возможно, черным просто не понравился этот вариант. Чтобы не потерять пешку Ж7, придется играть король Ф8. Тогда белый заберет пешку Б7. У них две пешки и конь взамен ладей. Это, по сути, да, полная компенсация. Мне кажется, что играть можно. Так вот, компьютер говорит, что здесь у черных все в порядке. Им надо королем отправиться в путешествие, отдать одну из пешек. Потом как можно скорее ввести свои тяжелые фигуры в игру. Но черные так не сыграли. Они подумали, куда спешить, зачем давать белым эту опцию. Пойду-ка я просто пешкой С6. Выставлю эту пешку. Ладья теперь не такая сильная, потому что она упирается в пешку, которую защищает другая пешка. Но белым не нужно сейчас сбавлять обороты. Им обязательно нужно делать энергичный уход. В противном случае, как мы с вами уже давно мы солим эту тему, если черный успеет вот это поставить, никакой тактики, никакой инициативы у белых не будет. Так вот, давайте посмотрим на эту позицию. Мы видим, что в лагере черных есть слабое поле на Е6. И, конечно же, это поле не для ферзя. Если мы сюда поставим, это, собственно говоря, нам ничего не дает. Вот, это поле для лошадки. Но как лошадкой туда попасть? Есть два маршрута. И я всегда призываю своих студентов стараться видеть, по крайней мере, рассуждать таким образом. Это помогает находить правильные ходы. На поле Е6 чисто теоретически можно прийти двумя путями. Либо через G5 Е6, либо через D4 Е6. Так вот, через G5 маловероятно, потому что тут стоит пешка на F6. Чтобы ее как-то отвлечь отсюда, надо пойти G4, G5. Надо дождаться, чтобы он съел. И это произойдет только через два хода. И то черные не обязаны этого делать. А через поле D4, то можно. И белые сыграли D5. Зачем нам нужна эта изолированная пешка? Она только мешается нам под ногами и освобождает поле D4 для коня. Разумеется, черные не могут брать ферзем из-за мата в один ход. Конем не могут, потому что связаны. Поэтому пришлось забрать пешки. И стояниц играет конем на D4. Ставит коня, как мы с вами уже обсудили. Для того, чтобы пробраться конем на поле Е6. Теперь же угрожает торжение ладьи на седьмой ряд. Поэтому черный играет ладьи на седьмой ряд. Говорят, все под контролем. У меня лишняя пешка. Я поле C7 контролирую. Сейчас все ладьи здесь поменяю. И буду вас выигрывать, мистер, первый чемпион мира. Давайте посмотрим на ослабленную диагональ. Вроде бы как надо давать шаг. Король отойдет на G8. Не совсем понятно. Вместо этого Стеннис подмечает две слабости. Первая. Пешка G7 атакована один раз. Один раз защищена. Пешка D7 незащищенный. И он играет. Ферзь G4. Он атакует пешку G7. А в ответ на хоть G6 отпрыгивает конем назад. Отпрыгивает конем назад. Дает шаг. И открывается нападение на ферзя. Черные живут. Играет король Е8. И позиция становится очень сложной для восприятия. У белых зависает ферзь. И зависает конь. То есть, если мы уйдем ферзем, теряем коня. Меняться нехорошо, потому что мы без пешки. Конь здесь зависает. Да, белые могут забрать эту пешку, но этого будет слишком мало для данной позиции. Но возможно. Знаете, что здесь делал стейнс? Он наносит удар в сильном пункте. Вроде бы конь на Е7 защищен дважды. И комбинация и удар на этом поле обычно не работает. Но здесь это работает, потому что белые используют давление по диагонали H38 и жертвуют ладью. Идея такая, что если черные захотят как бы обезопасить своего короля и забрать ферзем, тогда белые забирают на С8 шах, ладья забирает, ферзь забирает, снова шах. И у белых остается лишняя фигура. Такой еще вариант. Может быть, жадничать на H7 не надо, там, скорее всего, конь ловится. Но белые отойдут конем на Е6, на Ф3. У них просто лишняя фигура. Так вот, самое главное понять, что ладьей после ладьей Е7 брать ферзем и отходить от этой диагонали черным не рекомендуется. Ну а что если они забирают королю? Тогда белые дают шах ладьей. Если король отходит направо, белый забирает ферзя бесплатно. Если король пойдет на Д8, белые дают шах этим конем и у черных проблемы. Перебежать на ферзевый фланг не получается. Конь контролирует эту клеточку. А на любой ход по вертикали Е7, белые отпрыгнут конем на Ц5, откроют шах и заберут этого ферзя. Тогда осталось рассмотреть еще один любопытный вариант. Друзья мои, у нас здесь будет действительно проделана аналитическая работа. Король Д6. В ответ на этот ход белые могут играть по-разному, но самое точное, на мой взгляд, это дать шах ферзем с поля Б4. У черных есть как будто бы три разных ответа. Ладьей закрыться, королем идти, королем идти, но все эти ходы проигрывают. Давайте разбираться. Если король С6, здесь все просто, мат в один ход. Если пойдет королем на Ц7, тогда мы запрыгиваем конем на Е6-Ш, Д8 поля нету, король Б8, шах с поля Б4. Ладья закрылась, конь забрал. И нельзя брать ферзем в ответ, потому что будет мат в один ход, ферзь связан. Также стоит отметить ход ладьей на Ц5, который закрывает шах от белого ферзя, но ладья становится связанной. И здесь самое точное, просто сыграть ладью на Е6-Ш, если король отойдет белый, забирает ладью. Если ферзь забирает ладью, мы забираем конем. И черные даже не могут забирать королем коня, потому что ладья теряется. Ну и, соответственно, мат в один ход нам пока никто дать не может, потому что связано. То есть я привел этот анализ для того, чтобы вы понимали, что ладья Е7-Жертва корректная ладья Е7. Но вы тогда можете сказать, а что тогда делать? Вроде бы все проанализировали, ферзем брать нельзя ладьется 8, королем брать нельзя. Вот там все здесь разжевали, показали. На самом деле можно. И поэтому я вам во вступлении к этому видео сказал, что эта партия вам понравится. Потому что черные, черные наши супер ресурсы. И они методом исключения вычислили ход короля Ф8. Внимание на позицию, друзья. Все зависло. Полный джингл бэлс на доске. У белых висит ферзь. У белых висит конь. На ладью два удара. Висит взятие на С1. И черные себе позволили просто уйти королем в сторону. Что же здесь происходит? Если белый забирает ферзем Д7, мат в один ход. Если белый забирает ладьей Д7, мат в один ход. То есть ферзя брать нельзя. Если сначала поменяться на С8 шахом, ладья берет и те же самые проблемы возникают. И кажется, что позиция белых теперь проигранная. Несмотря на то, что они нанесли такой эффектный удар ладьей. Кажется, что все плохо. Но! Стэннис находит суперход. И суперход базируется, опять-таки, на идее отвлечения ферзя. Он ходит ладьей 7 шах. Кстати, буквально пару слов о том, что ход коймбит А7 сейчас не является хорошим. Потому что теперь черные заберут ладью. И после шаха черный король пойдет на Д8. Вспомните, пожалуйста, у нас был похожий вариант. Но конь стоял на Ж5 и белые продолжали атаку при помощи хода конем на Е6. А здесь этого ресурса нету. И атака белых, по сути, захлебывается. Так вот, он играет ладья Ф7. Если черные заберут ферзем, рассчитывая на то, что мы заберем конем, они дают нам мат. Но теперь белые, опять-таки, сначала забирают на С8, объявляя шах, забирают ферзем. Ну и у белых просто остается лишняя фигура, как минимум. Что ж тогда делать? Метод исключения. Король Е8 нельзя мат в один ход, поэтому черный играет король Ж8. И опять-таки возникают те же самые проблемы для белых. Висит мат, висит ферзь. Брать нельзя, будет мат. Вот. Что делать стоит? Ладья Ж7 шах. Если раньше ладья на Ф7 была хотя бы защищена конем, то сейчас ладья вообще никем не защищена. И снова брать ферзем нельзя из-за ладья С8. А если забрать королем, то король теперь заманивается на седьмой горизонтали белый забирает ферзем шахом. И если король вернется налево, то теперь мы уже будем забирать конем шахом. На взятие ладьи берем ферзя с шахом. Ну и соответственно король Е8, это мат в один ход. Поэтому опять-таки на ход ладья Ж7, два восклицательных знака, черные должны сыграть король H8. И опять, да, та же самая карусель. Брать нельзя ферзя, потому что мат, все зависло, что делать непонятно. Продолжение банкета. Ладья H7 шах. Так вот, королем брать нельзя, конь защищается. На взятие ферзем все выучили, ладья забирает ладью. Вот. И в этой позиции черные сдались. Удивительно, конечно, что они сдались. На самом деле здесь еще можно продолжить игру. И я продолжу ее, проанализирую эту концовку для вас. Черные, скорее всего, должны играть король Ж8. Вот. И тогда кажется, что... А как дальше белым продолжить атаку? А белые вернутся ладью на Ж7. В случае короля Ф8 мы с вами здесь уже были. Ферзь все забирает. В случае хода король H8, посмотрите внимательно, теперь вертикаль открыта. И белые дают шах ферзем. Король забирает ладью. Ход единственный. Белые врываются ферзем в обжорный ряд. Дают шах. Король Ф8. И снова нельзя брать этого ферзя, потому что будет этот проклятый мат по первой горизонтали. Поэтому белым нужно давать шах. Поле Ф7 битая. Король должен идти на Е7. Теперь белые снова дают шах ферзем. Как только король оказывается, например, на Д6, кажется, что он убегает. Белые забирают Ф6 шах. Единственный ход это закрыться, потому что по вертикали Ц мы подрезаем. И это будет мат в один ход. Поэтому черному королю в этой позиции либо Д8, либо Е8. Вот. Давайте начнем с Е8. Это наиболее упорный ход. Тогда белые дают снова шах. Король Е7. Ферзь Ф7 шах. Король Д8. Ферзь Ф8. СЕ7. Нельзя. Е8. Можно. Шах. Конем. Ферзь. Подвязан. Король. Д7. И мат. Ферзь. Друзья мои. И на этом я хочу сказать, что это невероятно красивая и невероятно классная партия. Давайте мы с вами еще раз ее осмотрим. Это просто потрясающе. Итальянская партия Гамбит Грека, где черные решили совершить удар по центру. Затем вроде бы как, согласно концепции разменов в борьбе против изолятора, вроде бы как все здорово. Но трагедия одного хода не дает черным возможности рокироваться в короткую сторону. И тогда черные пытаются обезопасить положение в центре. Делают ход Ф6. Он строит батарею. Уставляет ладью на вертикальце. И черный вроде бы все здорово делает. И с теннис находит энергичное решение. Играет Д5. Ставит пешку аж под три удара. И после того, как черные забрали пешку, Конем отправился в центр поля. Запрыгнул на фарпост. Ферзь подключается в атаку. Конь дает шах. Хочет выиграть. Ферзяк. Король отошел. И невообразимая жертва ладья. И после короля Ф8. Снова ладья начинает курсировать по седьмой горизонтали. Забирает эту пешку с шахом. И где черные сдались ввиду вот этого варианта. Форсированным от 7 или 8 ходов. Ну что, друзья. Я сдержал свое обещание. Как вы считаете, вам эта партия реально понравилась? И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой ход вам понравился больше всего со стороны белых. А с вами был покорный слуга, международный мастер Шамиль Арсланов. Лайки ставьте, друзьям рассказывайте, всем показывайте. Скоро увидимся в новых видео. Всем спасибо. Пока.